всем огромный огромный привет это третья часть моих замечательных хобби покупок которыми я хочу с вами обязательно поделиться здесь будут покупки как всегда раскрасок новинок пополнение моей коллекции может быть вы для себя найдете что-то такое интересное поэтому давайте приступаем буду все по порядочку вам рассказывать и показывать конечно же пополнение моих раскрасок и коллекций не обходится без моих любимых спиральных раскрасок раскрасок по линиям я их очень люблю я их собираю я их раскрашиваю раскрашиваю много и часто меня эта тема очень захватила и мне это на самом деле нравится поэтому давайте и начнем с раскрасок по полосочкам и спиральных раскрасок думаю вы что-то для себя тоже такое интересное так сейчас я посмотрю хорошо ли видно ну да думаю хорошо и сейчас устроюсь тоже поудобнее вот чтобы пообщаться с вами делайте себе кофе чай берите печенье конфетки и мы приступаем так конечно же спиральные раскраски раскраски по полосочкам пополнялись новинками из новинок это вот такой ходячий замок я прям включила пересмотрела этот мультфильм он просто замечательный очень добрый хороший прекрасная тут вот знаете мульки все же взрослым тоже нужно смотреть мультфильмы они несут в себе доброту какие-то такие глубокие потаенные мысли которые можно тоже получить якобы из детских ну казалось бы на первый взгляд да из детских мультфильмов они просто замечательные я их смотрю пересматриваю и постоянно заряжаюсь вот этой добротой ходячий замок по полосочкам от моего любимого фп здесь сейчас я вам покажу такие замечательные иллюстрации так вот так сделаю немножко посветлее как можно видеть некоторые иллюстрации извините что показываю пальцем надо было взять какую-то такую указочку они идут практически все с фоном мои любимые герои очень много здесь черного я думаю будет раскрашивать сложно но для меня это и плюс я люблю раскрашивать такие сложные иллюстрации любимые герои и ведьма пустоши и маркл и хаул и конечно же репка и сам принц и вообще все 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 и кальцифер прям вот сейчас вам говорю и хочется еще раз прям включить этот мультфильм и смотреть так полосочки замечательные буду раскрашивать ой какие тут есть волнистые прям но чем они волнистей так скажем чем мельче тем красивее получается рисунок вот такой ходячий у меня замок дальше из новинок еще моя любовь я заказала сразу вам скажу такую вторую у меня вот это будет я хочу в общем раскрашивать в черном цвете черной ручкой и вторая у меня будет я заказала себе вторую такую сейчас на них скидки хорошие такие я хочу раскрашивать красной ручкой вот не знаю почему мне так хочется мне это абсолютно не будет надоедать в общем ужасы все любимые герои и и фредди крюгер и чаки и анабель и майкл майерс и конечно джейсон вурхис и в общем все 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 фильмы которые я люблю смотреть и постоянно пересматривать поэтому обожаемые мной герои я еще не раскрашивала но хочется начать конечно же это раскраска попадет ко мне в марафон будем раскрашивать вместе с вами и я вот здесь вот наклею в общем у меня на одной будет написано черное на другой будет написано красное но мне так хочется в общем хочется одну раскраску раскрашивать красными ручками другую черными вот я так захотела так суперфан да суперфан суперфан тоже новиночка вот такая это токийские мстители тоже обожаю эти раскраски они просто замечательные тоже получается очень красиво четко пожалуйста вот такие вот здесь герои это наверное тоже какое-то аниме я если честно ну так далека от аниме проза бродячих псов то же самое спиральки вот такие здесь интересные герои обожаю обожаю это все раскрашивать шикарно получается в общем для меня это настоящая медитация кто бы что не говорил но я прям медитирует очень долго я ждала раскраску барби даже писала им будет не будет когда будет меня уверили будет обязательно вы пополните свою коллекцию и как только она вышла я прям ее сразу купила ну барби конечно это не моя тема вообще не моя хочу вам сказать там фильм какой-то вышел но я не собираюсь его смотреть раньше конечно в детстве я прям мечтала о кукле барби но они были очень дорогие и у меня куклы барби не было была какая-то кукла катюша но это совсем совсем другое раскраску я с удовольствием купила очень рада что она теперь в моей коллекции и по раскрашиваю конечно же я с удовольствием эту замечательную раскраску дальше вот такая у меня раскрасочка появилась black pink я так понимаю это какая-то тоже азиатская группа и здесь три вида техники уже в этой раскраске это по спирали можно выбрать что тебе интересно в общем спирали линии точки здесь вот такие изображения тут вот тоже дополнительная спир по линиям вот это вот дополнительная они делают иллюстрацию как бы плюсик такой и вот такие здесь героиня как бы здесь и по спиралям и по точкам и по линиям в общем я ее включу в свой марафон скорее всего мне как еще я не пристрастилась вот они точки никак еще и не пристрастилась к этим точкам чтобы быстро их раскрашивать вообще они мне не даются но я здесь зато смогу включив эту раскраску в марафон смогу выбирать или спирали или линии раскрашивать даже смотрите на камеру точки видно какая девушка получится в общем рада что у меня это раскраска из трех техник появилась моя коллекция дальше раскраска которую но вы уже давно тоже все видели я ее уже крашу и в рамках своего марафона и не только это удивительный цифровой цирк она у меня появилась феврале месяце до в третьей части моих покупок которые я сейчас снимаю вам показываю но здесь уже очень очень много раскрашено сейчас я вам покажу вот такие герои и давайте посмотрим я вам покажу что здесь раскрашено потом конечно же вы увидите это все в раскрашенном еще и конечно можно еще следить в рамках марафона спиральных раскрасок тоже можно следить за раскрашенными работами пожалуйста кто не может например дождаться выхода раскрашенного потому что я не снимаю каждый месяц у меня не получается снимать каждый месяц потому что я ну не в таком большом количестве раскрашиваю как хотелось бы поэтому можно просто следить все в моем марафоне по раскраскам далее новиночка от суперфаном губка боб это спиральная раскраска я очень рада что она у меня появилась так герои ой я прям хочу ее начать раскрашивать вот здесь замечательные иллюстрации мне хочется включить ее в свой марафон из сундучка и обязательно что нибудь уже пора скрашивать так что вот такой губка боб посмотрите как много у меня да в третьей части спиральных раскрасок так bts тоже от суперфана три вида это спирали линии точки прекрасные получаются изображения очень четкие давайте я вам покажу самих самих героев саму группу эта группа вот и здесь вот тоже точки линии вот точки линии и есть спирали поэтому раскраска это тоже будет включена ой как красиво посмотрите пример 2 здесь пример 1 а здесь пример 2 закрашивайте удобными для вас частями в произвольном порядке обязательно буду и тут номеровка начинается с первой иллюстрации что очень удобно вот здесь идет спираль потом линия точки потом опять спираль точки 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 спираль точки линии вот буду раскрашивать обязательно хочу прям по раскрашивать вот эту раскраску и я так поняла вот это изображение вот это изображение она идет как вот это дополнительное я вначале их не хотела раскрашивать но наверно будут здесь очень тоненько очень тоненько будет я думаю получаться красиво вот эти точки тоже вот здесь прям точки на развороте и это точки и это точки вот еще бы приноровиться раскрашивать точки чтобы было по быстренькому никак не могу приноровиться так в этот раз моя коллекция пополнилась вот такими вот раскрасками по номерам точнее тут даже написано по образцу с мышонком раскраски небольшие меньше формата чем а4 в общем одна раскраска называется мышонок в пути и продолжение мышонок и машина времени что-то они мне достались в районе то ли вот 2 за 100 то ли каждая по 100 в общем совсем такие недорогие и тут я бы так сказала вот по точкам есть разноцветные точки и вот можно раскрашивать по этим разноцветным точкам есть какие-то детали уже раскрашенные мне очень нравится вообще люблю такие номерные раскраски или раскраски по образцу где уже тебе задан цвет не надо ничего думать не надо ничего придумывать вот в этой части достаточно такие крупные крупные детальки я еще не раскрашивала но надеюсь будет получаться красиво так далее мышонок и машина времени вот здесь уже вроде нету я ее полистала здесь детальки чуть чуть поменьше и нету раскрашенных деталей здесь уже мышонок путешествует где-то ну где-то путешествует в общем вот смотрите как тут все намешано думаю в раскрашенном виде будет смотреться очень красиво в общем на машине времени здесь мышонок путешествует и в космосе и где-то в доисторических местах и вот где-то у какой-то вот ведьмы колдуньи которая что-то варит где-то вот они ну тут можно все вот в египте здесь тоже где-то 200 лет назад в общем все это можно будет прочитать где мышонок путешествует и конечно же раскрасить и что мне нравится вот в этих вот смотрите что мне нравится в этих книжках здесь есть уже готовые иллюстрации посмотрите вот можно посмотреть в принципе вот я люблю когда уже есть готовые иллюстрации можно даже выбрать какие-то цвета не из тех что тебе представлены а вот здесь вот посмотрите зеленый можно даже заменить на какой-то так вот в этой тоже вот пожалуйста это уже готовые иллюстрации с этим мышонком мне прям безумно понравилась эта раскраска и что самое главное она небольшого формата не а4 а гораздо меньше так дальше конечно же я продолжаю покупать рисование по точкам для взрослых и арт-йогу это у меня были первые номера в двадцать четвертом году вот такая вот арт-йога номер первый двадцать четвертый тут тоже стандартные для арт-йоги иллюстрации но и раз очень красивые конечно же формат немножко бы поменьше вот чуть-чуть бы поменьше формат и было бы вообще просто замечательно но так я в принципе арт-йогу очень люблю я ее собираю мне очень нравится раскраски такого журнального формата о посмотрите какой разворот вот тут в арт-йогах всегда есть красивый разворот и прекрасно раскрашивать это и фломастерами кто-то я знаю раскрашивает в арт-йоге и красками и также карандашами очень красиво вот мы с вами полистали так 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 что то пропустила полистаю с вами всю эту арт-йогу первый номер вот такая красота и конечно же рисование по точкам для взрослых как я их обожаю сюда постоянно вкладывают какие-то журнальчики тоже здесь мои любимые таинственные истории я читаю мне очень нравится вот такие вот точки обожаю их раскрашивать вначале не планировала собирать данные журналы по точкам собирала только арт-йогу и потом у кого-то увидела или в обзоре или просто мне захотелось и начала покупать и собирать коллекционировать в общем вот эту арт-йогу но я ее не только коллекционирую но мне еще по точкам очень нравится обводить и также это можно все дело и раскрашивать сейчас я вам покажу вот вот так вот раскрашивать как тут раскрашено на обложке так дальше в феврале пополнилась моя коллекция вот такой замечательной книжи цель очень маленького формата как блокнотик видите какая она маленькая даже здесь 100 страниц соответственно 100 иллюстраций с цветами она очень толстенькая она на спирали что достаточно удобно что можно перевернуть и вообще я бы отнесла эту раскраску к раскраскам помните раньше были как раскрашиваем на коленке она маленькая удобная ее можно взять с собой даже куда-то в путешествия всегда найдете что здесь пораскрашивать помалевать я к цветочным таким изображением отношусь как к узорам очень мне нравится вот так взял с собой видите тут что-то типа и цветочных мандал есть и каких-то узоров во первых это еще все очень мелко вроде посмотрите в плейлисте у меня где обзоры раскрасок вроде я снимала обзор на эту раскраску если не снимала то обязательно сниму вот очень много здесь цветочных видите цветочных мандал берете с собой набор флала мастеров карандашей здесь плотные листы очень плотные я бы сказала наверно грамм 160 180 а то может и 190 вот листы плотные всегда будет что пораскрашивать все равно даже на отдыхе хочется пораскрашивать вот такие какие-то узоры есть конечно и вот такая мелочь которая только я думаю капиллярными ручками вот эту мелочь только капиллярными ручками можно раскрашивать что вот такие раскраски так далее я взяла вот такой набор раскрасок и там вообще за какую-то маленькую цену по 50 рублей что ли а то и меньше самая модная разукрашка они такие тоже журнального формата очень тонкие но мне прям безумно понравились здесь иллюстрации здесь получается у нас всего так раз два три четыре восемь листов восемь листов прям в наборе вот так все четыре и шли эврика вот какая-то аниме герои аниме герои мне очень нравится в таких раскрасках раскрашивать разными видами карандашей понравились мне эти иллюстрации во первых для таких раскрасок такая плотненькая достаточно бумага интересные иллюстрации и небольшой формат не а4 а гораздо меньше опять вот вот такие иллюстрации вот здесь даже у инсты есть дальше это кошечки и собачки тоже очень милая такая такие милые здесь кошечки собачки на посмотрите разве не милота иной раз хочется просто взять карандаши и просто что-то такое вот помалевать вот я здесь уже видите мячик мячик начала моливать карандашами я думаю это настоящая прелесть очень нравится мне тут белые белые такие плотные листы вот такая вот мемы с животными мне эти гусики безумно понравились здесь вот капибара конечно же такие милые тоже животные вот гусин вот это вот вот она вот это изображение мне хочется очень раскрасить очень красивая это вот отсюда да ну просто прелесть такие гусики как я их называю гусики ну просто прелесть просто прелесть и вот такая вот это единороги и компания единороги и компания тоже милейшие иллюстрации на чистейшей белой бумаги ну просто милота и вот я когда новые карандаши какие-то покупаю как раз чтобы где-то опробовать чтобы вот я использую эти маленькие милые разукрашки так дальше мандалы это очередная часть мандалы для релакса финансовой стабильности и благополучия скоро выйдет еще одна какая-то часть эти мандалы обожаю они мои любимые они не крупные не мелкие и в общем не хочу о них ничего говорить я их просто собираю в свою коллекцию вот вот такие здесь мандалы комфортные как я их называю комфортные для раскрашивания конечно же моя коллекция пополнилась и магической арт терапии это новинки которые вышли уже в этом году конечно же это страшные истории вот такие страшные истории прекрасные здесь иллюстрации просто обалденные особенно мне нравится вот такого вот плана где даны какие-то герои вот смотрите эдвард руки-ножницы где даны герои из фильмов ужасов но они сделаны выполнены им в таком ну как сказать детском милашном мультяшном да вот видите джейсон как бы в мультяшном оформлении что можно их раскрасить не злыми вот она это садаха из колодца это франкенштейн и можно раскрасить их как-то так вот я думаю даже не зло горбун а весело а вот это смотрите это из хэллоуина да вот это дракула обалденная раскраска что еще сказать просто должна быть в моей коллекции тем более я эти маленькие милейки книжечки с магической арт-терапии собираю ну и конечно же раскрасить своего динозавра хорошее тоже мне понравилось такие замечательные тоже рисунки и сейчас скоро должна выйти еще одна книга от магической арт-терапии которые я тоже обязательно куплю в свою коллекцию вот такая прелесть так дальше я приобрела вот такую красоту как ветер в облаках это стиль шедевров японской анимации у меня одна часть уже есть такой книжицы помните что там про сказки что ли и вот я приобрела и вот этот ветер в облаках очень мне нравится хочется мне чтобы у меня была такая раскраска единственное здесь ну такие тонковатые листочки ой это что-то что-то из мира вот этих мультфильмов которые я смотрю посмотрите какая прелесть так она мне нравится такие герои в общем не буду сейчас листать всю раскраску но если вам захочется полистать ее вместе со мной то на это вот как будто тот таран вот то обязательно мне пишите и мы полистаем с вами вместе дальше конечно же у меня появилась вот такая милая при милая прекрасная раскраска с обалденными милейшими иллюстрациями раскраска одеялко мир который обнимает не могла пройти ее мимо она тоже должна быть в моей коллекции здесь прекрасные иллюстрации причем односторонние белая бумага на любой вкус можно прям взять вот пожалуйста что-то вот это мне хочется раскрасить прекрасная рисовка можно пораскрашивать раскраска прошита так что можно ее вот так разворачивать очень иллюстрации добрые комфортные я бы их так назвала прям хюги настоящий хюги релакс такая раскраска моей тоже коллекции дальше конечно же я собираю вот эту вот коллекцию сказки и легенды народов мира у меня появились легенды о любви вот легенда о любви не могла пройти тоже ее мимо заказала тоже иллюстрации односторонние вот тоже такие интересные иллюстрации очень люблю можно раскрашивать любыми материалами так как они односторонние и что мне нравится они стали писать кто это вот здесь есть так как из каких-то романов да так вот и шрек шрек фиона смотрите шрек и фиона дорогой читатель не подумай что редакция сошла с ума мы решили добавить в эту раскраску хотя бы одну историю любви со счастливым финалом кстати эти эти персонажи были нарисованы по мотивам рассказа уильяма стейга который был опубликован в 1990 году до появления одноименного мультфильма видите шрек и фиона вот так они оказывается выглядели на самом деле а я и не знала в общем прекрасно что то тут из мифов что то тут из легенд повестей в общем замечательно ланцелот вот что то из сказок в общем прекрасная книга очень рада что она в моей коллекции и конечно же моя моя любовь это хаяо миядзаки обожаю его мультфильмы просто и не могла тоже не прикупить вот такую раскраску чтобы она была в моей коллекции просто замечательная тоже иллюстрации односторонние рисовка хочу вам сказать такая примитивная очень даже примитивная но она больше даже подходит под акварельную тематику под акварель может быть я когда-то научусь акварелью раскрашивать вот ну просто все равно прекрасно мне нравятся эти герои вот просто нравятся эти герои вот такая раскрасочка дальше вот такая милая раскраска ведьмы и ее котик да ведьма и ее котик она маленькая тоже вот такого формата примерно видите как вот эти мандалы ну кто знает кто покупает эти мандалы вот такого формата не а4 как вот это да вот видите насколько она меньше чем формат а4 вот сейчас я вам покажу Ну вот, вот эта Хаяо, она побольше А4, вот формат А4, и вот эта ведьма, да, вот так вот, скажем. Так, понравилась мне безумно эта раскрасочка, захотела я ее тоже, чтобы она у меня была. Здесь уже есть какие-то раскрашенные элементы, это не я раскрашивала, это раскрашенные элементы. Раскраска, по сути, односторонняя, кроме вот этой вот конечной странички, видите, она как бы получается двухсторонняя. Она прошита, раскраска, ее можно разворачивать как бы полностью. Прекрасные иллюстрации про ведьму и ее котика. Видите, здесь есть фиолетовые раскрашенные элементы, где-то она в доме, что-то она варит, постоянно рядышком лежит ее котик или сидит. И, в общем, прекрасная раскраска такая толстенькая, очень здесь много иллюстраций, в основном это все в интерьере. Вот, просто прекрасная раскраска. В общем, хотите, полистаем вместе, я сделаю это с удовольствием. У меня там девочка какая-то просила полистать раскрасочку какую-то, я обязательно это сделаю, обязательно полистаю. Так, мои хорошие, мои хорошие, смотрите, чем пополнилась, апа, чем пополнилась моя коллекция за эти месяцы. В основном это было в феврале, вот такими иностранными раскрасками. Вот эту я забрала только-только, но я хочу ее показать вам именно в третьей части, чтобы показать все вместе. В общем, Валберис радует нас иностранными раскрасками. Я не могу покупать себе их, они очень дорогие, не могу покупать себе их, как говорится, часто и много, но вот так сложилось в феврале, что за февраль я аж купила 4 раскраски. Нет, вот эту купила в марте, 3 купила в феврале и одну купила вот только-только. Хочется мне с вами поделиться. Я безумно обожаю раскраски по номерам, я бы собрала все тома Диснея по номерам, мне очень нравятся и другие раскраски Аташет. Это у нас Арктурус, да, Арктурус. Вот они более-менее доступные по цене. Ну и то, я могу их позволить себе купить нечасто, но я их обожаю. Вот такие здесь иллюстрации, изображения. Здесь, в общем, я рада, что у меня это океан, мировой океан, да, океаны мира. В общем, здесь все по номерам. Прекрасная белая бумага, да, она тоненькая, она, как сказать, офисная. Раскраска прошита, да? Да, прошита, вроде прошита. Прекрасное изображение, безумно мне нравится, очень хочется раскрашивать. По номерам я люблю. Здесь палитра у нас, вот здесь представлена на клапане в конце. Палитра очень легкая, в принципе, и в маркерах, и в карандашах есть доступные цвета. Вот такие здесь тоже изображения. Я безумно рада, что у меня, вот, хоть немножко, но есть таких раскрасочек. Вот. Просто потрясающие. Хотите, потом с вами их полистаем. Я обязательно буду раскрашивать. В общем, мне достался вот такой вот мировой океан. Их безумно быстро разбирают. Но вот кое-что я себе, как говорится, достала. Вот такая раскраска. Это антистресс. Антистресс тоже мне досталось. Сейчас покажу вам, какие тут классные вот такие вот изображения. Причем на любую тематику. Это может быть и животные. Это вот и какие-то и люди. Это и много узоров. Это какие-то пейзажи. Просто совершенно удивительные. Что мне еще нравится здесь? Палитра просто превосходная. Сами вот узоры достаточно мелкие. Но я бы сказала, вот что-то прям вообще есть мелочуга. Но есть что-то такое вот более крупное, комфортное для раскрашивания. Я думаю, можно будет найти. И главное, самое главное, разная тематика. Можно что-то подобрать. И осень, и пейзажи очень красивые. И какие-то мандалы, городские мотивы. В общем, даже под любые челленджи. Есть даже, знаете, что тут даже есть? Есть даже вот какие-то картины. В общем, прекрасно. Вот такая книжица. Дальше. Не буду коверкать название. Пьеси фулл. В общем, не буду коверкать. Здесь уже large print. Это более крупный такой принт. Более крупный. Так. Типа подразумевает, что нет мелочи, но мелочи есть. Безумно мне хочется вот эту лягушку. Лягуху раскрасить. Тоже вот такие изображения. Давайте вам сразу покажу сейчас. Вот здесь. Вот здесь. Есть даже портреты. Посмотрите, портреты собаки. В общем, прекрасно просто. Тоже палитра на клапане. Ее можно вот так, кстати, отрезать. И использовать как закладку для этой книги. Я, скорее всего, так и буду делать. Вот такая красота. Здесь более такой крупный принт, что и для маркеров хорошо будет. В общем, великолепно. Я очень довольна. Очень довольна. Дальше, конечно же, новогодняя тематика. Вот такая. Крисмос. Тоже Крисмос. Вот такие здесь. Я ее купила одну из первых. И вот после нее начала тоже собирать. Вряд ли я когда-то соберу всю коллекцию. Конечно, раскраски дорогие. Дорогие эти раскраски. Но как мне безумно хотелось их в свою коллекцию. Здесь обычный принт. Не крупный. Но тоже попадаются рисунки как с крупным принтом, так и с мелким. Смотрите, вот тут вообще одна мелочуга. Вот тут мелочуга. Ну, а где-то есть более что-то такое крупное. Вот какие-то крупные такие детали. Но вот тут в основном все мелкие. Я думаю, будет получаться красиво. Всегда можно посмотреть. Вот тут более крупные такие. Всегда можно посмотреть вот такой красивый образец. И красиво раскрасить. И в этом месяце я купила, но включила ее сейчас в третью часть. Чтобы показать вам все вместе. Это вот эта медитация. Тоже крупный принт. Вот эта раскраска медитация. Безумно мне нравится. Смотрите, какая красота. Здесь тоже и какие-то и портреты, и пейзажи, и цветы, и море, и мандалы, и узоры, и какие-то другие рисунки. Просто фантастические. Тоже здесь вот палитра. Посмотрите, какая прелесть. Узоры, что-то и на японскую тематику, что-то и арт, ну вот, тематика. Есть вот это, хочется мне раскрасить, статую свободы. В общем, ну просто прекрасно. И что-то на тему хьюги. Такое отдыхательное. В общем, красота, красота, красота. Вот тут какая-то бумага более такая шершавенькая, очень интересная. В общем, вот такие вот раскраски. Такими раскрасками пополнилась моя коллекция, чему я очень рада. Мне хотелось бы, конечно, побольше раскрасок и от Диснея, и от Арктуруса, да, от Ашет. Но, к сожалению, вот что имеем, то имеем. Всем огромное спасибо, что вы меня смотрели. Такое у меня шикарное просто пополнение. Всем огромное спасибо. И пока-пока. Рассказывайте мне в комментариях, какие раскраски любите раскрашивать вы. Собираете ли вы коллекции и каких видов раскрасок этой коллекции. Мне будет очень интересно почитать, так же, как и моим зрителям. Всем пока-пока.